Привет, ребятки! Сегодня для меня будет особенное видео. Я вообще в последнее время говорю, что прям все у меня видео особенные. Просто мне очень нравятся сейчас тематики, которые я снимаю. Не знаю, мне они как-то близки. В этот раз я хочу с вами поделиться своим свадебным макияжем. Кто не знает, год назад в августе, 9 августа точнее, мы с Вадимом поженились. И вообще я сама себе делала свой макияж. И очень многие девочки просили меня его повторить, показать. Поэтому я с большим, огромным удовольствием снимаю его для вас. Простите, сразу скажу, что так долго. Это может быть вариант не только как на свадьбу, но еще на какой-то вечерний макияж. Или если просто вы на какое-то свидание собираетесь, или на выпускной, или с подругами. И вообще просто на каждый день лично мне очень-очень нравится этот образ. Поэтому я надеюсь, что вы тоже оцените. Дорогие, с чего я начинаю? Все, отталкивайтесь от того, какой у вас тип кожи. Так как у меня все-таки кожа такая тусклая, ближе склонна к сухому типу, то мне нужно придать больше сияния, влажнения. Сегодня я буду использовать сыворотку-хайлайтер от Faberlic. Из их серии Airstream. Если у вас очень жирная кожа, и если у вас, к примеру, свадьба в теплый сезон, то я бы, конечно, в любом случае советовала бы вам увлажнение. Но просто потом нанесите какой-то праймер хороший, который поможет держаться вашему тональному средству. И вообще в общем косметике дольше на вашем лице. Очень классный праймер есть у Smashbox. У них там, они очень-очень классные. У меня были пробнички. Вот он мне безумно понравился. Хотя я пробовала праймер и от Inclod, и от L'Etoile. Еще я пробовала праймер от нашей бюджетной фирмы LCF. Ну, все как-то не то. Вот я помню, что от Smashbox мне больше всего понравился. О чем я сейчас жалею, кстати, что я не сделала себе коррекцию бровей перед свадьбой. Я уже делала... У нас была свадьба в августе, в прошлом году, в 2014. Коррекцию бровей свою первую я сделала только осенью. И разница, ну, очень-очень большая была. Я сейчас смотрю так на фотографии, на свои старые безумные брови. У меня брови от природы очень широкие на самом деле. И как бы я сама их выщипывала, но это было не то. Тогда я 90%, что я, скорее всего, использовала именно эту палеточку. Потому что я постоянно тягала... Такой вот здесь есть нейтральный оттенок для бровей. Неплохой цвет. Как видно, очень много даже у меня уже использовано. Но так как сейчас у меня совсем другой метод оформления бровей, то я даже не буду снимать для вас на видео. Просто оставлю ссылочку на него и сможете посмотреть. Сейчас я все оформляю с помощью карандаша и с помощью геля-фиксатора. Потом вы сможете пройти посмотреть, я к вам сейчас вернусь. Самое главное, наверное, в свадебном макияже это выбор правильного тонального средства. Опять же, учитывайте тут факт, когда у вас свадьба, какого типа у вас кожа. У меня была летом свадьба и мне нужен был какой-то хороший стойкий тональный крем. На тот момент я купила себе вот такую вот как тестер, да, точнее сказать, тестер тонального от Dior Dior Skin Nude. У меня в 0,10 оттенке, самый светлый. Мне он очень понравился, он выдержал абсолютно весь день. И вот тут у меня осталось уже не очень много, кстати, поэтому буду пробовать его выдавливать. Как альтернативу могу точно посоветовать Infallible от L'Oreal. Очень-очень классный тональный, тоже очень стойкий, с таким вот матовым эффектом. И, наверное, такой вариант даже лучше, так как здесь нет SPF, то есть он не будет отсвечивать от вспышек. Здесь все-таки есть SPF 15, это не так много. У нас просто были фотографии без вспышек, поэтому смотрелся он хорошо, он смотрится очень хорошо. Теперь я хочу немножко еще высветлить зону под глазами. И тогда я использовала, в принципе, свой консилер-корректор-хайлайтер от Evelile. Очень бюджетный, очень классный на самом деле, но сейчас мне хочется немного более увлажняющие средства, поэтому у меня здесь есть консилер от Mimimi Cosmetics. Мне очень нравятся именно под глазки, потому что, как я уже говорила, хочется более увлажняющие, а он такой именно увлажняющий. Сказала, да? Проблема в том, что когда долго не снимаешь видео, потом когда забываешь все, что хочешь сказать. Пусть это пока все в нем саживается. И, конечно же, что важно, чтобы ваши тени, ваши продукты на глазах продержались целый день, целый вечер, весь ваш праздник. Нужен хороший праймер под тени. Тогда, я помню, я использовала свою базу под тени от Avon. Тоже очень бюджетная, неплохая база. Мне она нравилась, удовольствием ей пользовалась. Но сейчас мой фаворит. Это такой вот праймер от веганской минеральной фирмы The All Natural Face. Я уже показывала в своих фаворитах в топе бюджетной косметики. Мне он очень нравится. Вот он намерко просто держит тени. Вы должны понимать, что так как у вас будут фотографии, вас будут фотографировать свадебный макияж обычно всегда идет более яркий, чем какой-то дневной. Это все-таки больше идет вот как такой вечерний макияж. И нужно все больше выделить, немного посильнее, просто чтобы на фотографиях это смотрелось красиво. Так как все-таки фотоаппарат и вообще камера, они съедают часть цветов. Поэтому, чтобы вы не выглядели бледной и потом не думали, куда же делся мой макияж. Ведь в жизни смотрелся он красиво, а на фотографии его не видно абсолютно. Я просто заранее, я знала, какие продукты я, к примеру, себе хочу. Я себе купила палетку Naked 3, в принципе, с которой я и делала себе полностью свадебный макияж. Специально я для этого ее и покупала. Ну и сейчас с удовольствием я ей пользуюсь. Это одна из моих самых любимых палеток, кстати говоря. Очень-очень красивая. И вот именно ее вам сегодня я буду показывать. На все подвижное веко я наносила оттенок Bac. Это такой красивый, я бы сказала, такой вот сливовый оттенок, сатиновый. С таким вот фиолетовым подтоном. И я люблю такие вообще-то наносить с помощью пальцев. Таким образом цветопередача лучше всего. Оттенок, с помощью которого я буду затемнять внешние уголки, это коричневый оттенок Factory. Такой вот, в принципе, нейтральный довольно-таки. Теперь беру растушевочную кисть и беру оттенок Limit. Это матовый светлый оттенок. И начинаю это все немного растушевывать вдоль всего глазика. Я на свою свадьбу не хотела никакие макияжи, как очень часто делают. Какие-то там бананы, какие-то там, я не знаю, полосочки. Мне это вообще никогда не нравится в макияжах. Я люблю хорошо растушеванные тени на глазах, чтобы все смотрелось красиво. Так вот, все-таки по-европейски они лично, как мне кажется, как-то пошло. Как-то наши визажисты так красят, особенно и на свадьбы. Лично мне не нравится, но это, конечно, дело каждого. У всех вкусы разные, каждому свое. Но мне такое абсолютно не нравится. Здесь есть такой красивый, еще более темный оттенок Dark Side. Вот тоже его добавлю, чтобы добавить еще глубины взгляду. Теперь буду наносить тени на нижнюю часть ресниц. Тоже буду брать этот оттенок темный Dark Side. Просто вдоль у роста ресниц буду прокрашивать. Ну, не до самого конца, а так чисто до первой половинки, скажем так. Дальше возьму более такой бронзовый оттенок Lyre. Он очень красивый. Просто, как бы, опять же, чтобы у нас был не плоский такой цвет, то я уже соединяю тоже по нижней линии роста ресниц. Просто, как бы, втушевываю эти два оттенка. И можно еще добавить красивый оттенок. Здесь есть такой трик. Он золотой, но он тоже с таким фиолетоватым батоном. С розоватым, я бы сказала. Теперь, если после того, как вы тушевали, у вас, может быть, немножко исчез оттенок, то просто заново наносите. Я снова буду наносить бак, чтобы сделать его более ярким. В качестве хайлайтера у меня, конечно же, оттенок стрейнший из этой же клетки. Просто такой вот матовый, кремовый оттенок. Я вообще негативно отношусь к тому, когда наращивают ресницы. Вот, не знаю, не нравится мне вид наращенных ресниц. А вот биозавивку можно сделать, чтобы просто ваши реснички казались более такие вот поднятые, более объемные, потому что поднимут вам все ваши ресницы. Ну и воспользоваться хорошей тушью. Тогда у меня была тушь от Essence I Love Extreme. Такая вот розовая, с огромной щеточкой. Мне она очень нравилась, кстати. У нас, к сожалению, Essence уже убрали со всех стендов. Но я планирую заказать. Ну а сейчас у меня есть тушь от Maybelline Colossal Go Extreme Volume. Здесь тоже огромная щетка. В общем, ее и буду использовать. Мне больше всего в туши вообще нравится, когда она дает объем. Длина мне не настолько нужна. Я бы больше все-таки советовала водостойкую тушь, потому что вы в любом случае будете плакать. Как бы вы там говорили, что вы не будете плакать, но это же свадьба. У всех столько эмоций хороших, положительных, столько трогательных моментов. Я помню, что в принципе у меня ничего не случилось с тушью, но лучше использовать водостойкую на всякий случай. У меня была моя пудра от Eau Saint Laurent, которая в принципе это моя такая повседневная пудра прессованная. Называется она Radiance. У меня, по-моему, в 0,3 оттенке. Что-то я тут не вижу цвет. Да, в 3 оттенке. Здесь такой вот удобный спонжик. И я хочу немножко с помощью этого спонжика нанести под глаза пудру, чтобы здесь было больше всего пудры, скажем так. Просто, чтобы еще больше высветлить эту зону и выровнять ее так красиво. Очень важно, особенно для фотографий, делать контурирование или хотя бы просто нанести бронзер на те части, где вам нужно добавить тени вашему лицу. Это скулы, это вот лоб, боковушки упа, там может быть немножко вокруг носа, по вашей линии подбородка. Я использовала свой бронзер от Nars, который Laguna. Как вы видите, я его с большим удовольствием использую. И просто с помощью него буду делать такое легкое контурирование. Ничего такого сверх необычного. Просто тоже с этой же кисточкой от Real Techniques. Мне нравится эта кисть, кстати. Просто потому что она очень легко наносит, с ней не переборщишь. А этот бронзер, он очень-очень пигментированный. Поэтому с ним надо аккуратно. Я вообще использовала супер бюджетные румяна наши от Etuale. Как я говорила раньше, я обожаю их румяна. У меня много их цветов. Использовала я оттенок 07. Такой вот приклушенный. Я бы сказала розовый. Такой вот с фиолетовым тоже подтоном. Мне он очень-очень нравится. Они очень пигментированные на самом деле. Поэтому я буду наносить такой вот туафиброй мягкой. Они довольно-таки рыхлые. Но они очень пигментированные. Отлично тушуются. Просто улыбнитесь и на яблочки нанесите немного румяна. И хотела я тоже отдельно поговорить насчет хайлайтера. Вообще, по-моему, в свой свадебный день, в свой свадебный макияж, я хайлайтер не наносила на лицо. Просто потому что мне хотелось выдержать более такой вот матовый вид у лица, более натуральный. И сделать больше акцент на глаза. Но, в принципе, немного хайлайтера можно добавить. Это будет красиво смотреться на дневных фотографиях. И опять без вспышек. Потому что, скорее всего, на вспышках будет очень сильно заметно. Тогда у меня не было еще хайлайтера от The Balm Mary Lou. Но сейчас я немножко нанесу. И вот, так как он тоже очень пигментированный, я просто немного нанесу здесь вот на верхнюю часть щечек. Все. Совсем немного. В принципе, это и все, что я буду наносить. Ну и последнее, что остается, это губы. Тоже я вот в такой общей тематике хотела сдержать все оттенки. Цвет помады я тоже себе купила заранее. Мне он очень понравился. Выбрала я себе помадку от MAC из их серии PRO. Это именно серия PRO Longwear. То есть они более такие вот стойкие на губах. Оттенок у меня Unlimited. Мне очень-очень нравится этот цвет. И я очень часто и каждый день просто пользуюсь этим оттенком. У меня тогда не было никакого карандаша. Поэтому так я его и буду наносить, как у меня был тогда. Я просто так вот пальчиками как бы вбивала в кожу. Тоже, чтобы он дольше остался. Он. Чтобы она дольше. Чтобы помада дольше осталась. Таким образом, первый слой, который вы создаете, это такой вот тинт. Можно оставить так. Мне очень нравится, как и так нежно смотрится. Но можно, конечно же, наслоить помадку, чтобы она у вас дольше держалась. Чтобы была ярче. Напишите внизу в комментариях вообще, каким бы вы представляли свой свадебный макияж. Или какой он у вас был, если у вас уже была свадьба. Какие вы продукты использовали. Или какие продукты на вас использовали, которые вы запомнили, что вам очень сильно понравились. Может быть, просто как советы девочкам оставьте в комментариях, кто у кого, к примеру, скоро свадьба. И ищут какие-то хорошие варианты из косметики. Обязательно оставайтесь, подписывайтесь. Все ссылки на мои социальные сети внизу в описании. Обязательно подписывайтесь на меня в инстаграме. Я очень обожаю инстаграмить. Поэтому, да, всех целую. Всем хорошего настроения. И до новых встреч. Пока-пока. Цветочки любимые мне с утра принес. О, такие красивые. Виноградик. Да, белчонок? Белчонок. Скажи что-нибудь на камеру. Белчонок. Отвечись. Красивые такие. Вообще, таких я никогда не видел.